Улица Университетская. Ремонт тротуаров здесь начали месяц назад. Работы на финишной прямой. Последний участок от Московской до Большой Горной готов к укладке асфальта. По словам подрядчика, через два дня должны сдать объект. Ладно, давайте тогда сейчас вы останавливаете все катки, потому что влага выходит чуть-чуть. А 4-5 тогда вы сдаете? Да, мы украсаем, да. Хорошо. Потому что я все равно завишу, как уплотнение пройдет. Там дронов я приглашу, он мне уплотнение проверит сразу. Вы отрабатываете, как вы говорили? Работы также завершаются на Железнодорожной, Первой Садовой и Хвалынской. Проверить ход работы отправился глава города. По словам Михаила Исаева, пока погода позволяет и нет осадков, подрядчик должен заасфальтировать как можно больше улиц. При этом не забывать о качестве. Ну, спасибо вам, а то у нас тут уже что было. Спасибо ребятам, да, с первого дня. Когда последний раз этот тротуар был, расскажите. Ой, не помню. Знаете, я с 85-го года здесь живу, у нас это первый раз такая забыл. Спасибо огромное. А в новой территории как вы? Да, да, да. Ну, знаете, вот это тоже. Вот, знаете, единственная просьба убрать. Вот это. И чтобы тоже там за изолета, ну, очистить площадку, заасфальтировать. Ремонтировать тротуары в городе стали благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Были выделены 500 миллионов рублей. Эти деньги идут на бордюрный камень и асфальт. А вот за благоустройство территории рядом с пешеходными зонами отвечать будут местные чиновники. Днем тротуары, ночью дороги. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саратове ремонтируют автотрассы. На завершающем этапе улица Мясницкая и Лебедево-Кумача. Чтобы не мешать автомобилистам, основные работы ведутся ночью. В рамках нацпроекта полностью завершили работы на двух дорогах. От Московского шоссе до Елшанского кладбища и на улице Муленкова. По словам чиновников, осталось сделать еще 20 участков дорог. Уложиться пообещали в течение 20 дней. Полина Попенец, Алексей Чудин, Саратов, 24.